В областном центре такой праздник состоялся впервые. Небезоговорочно было принято решение провести его в обновленном патриаршем саду. Первый раз он открыл свои двери в столь поздний час. Только этой ночью владимирцы могли узнать свою судьбу по березовой веточке. Я же говорила, смотрите, жизнь богатая, веточка толстая, почти прямая. Ну, есть вот немножко тут налево, остается все четко, направо, направо, главное. Ой, а к старости, смотри-ка, раз, 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 прям, прям, вот маленький сучок. Крышки через костер, согласно поверьям, помогают очиститься от негативной энергетики. До полуночи полагалось окунуться в пруду или помыться в бане. Того, кто не успел сделать это дома, забрызгали местные русалки и болотные кикиморы. Ночный ванок упал и считалось особенным. Нечисть догуливала свои последние дни на земле и в полночь устраивала шабаш. Поэтому главная задача любого участника праздника – найти цветущий папоротник. В природе его, конечно, не существует, но в такую ночь могло произойти чудо. Прежде чем начать охоту на цветущий папоротник, необходимо было обложить его белой тканью. Белый цвет означает чистоту, но и гарантирует защиту от различной нечисти. Только после всех этих приготовлений можно было ожидать цветения папоротника. И сделать все это нужно было до 12 часов ночи. А после положить его под пятку и бежать из леса домой. Согласно повериям, счастливчика должны догонять ведьмы и кикиморы в попытке забрать сокровенные растения. Так что цветочек по дороге до дома нужно было особенно оберегать. Дома закрыть все двери, ставни, сесть посередине комнаты, цветок положить на стол и начнутся чудеса. Откроется небо, откроется земля. И вы будете слышать голоса птиц, будете слышать голоса зверей и понимать их. И вы увидите все клады на земле. Этой ночью цветущий папоротник достался участникам исторического квеста. Он прошел за несколько часов до основных празднеств. Десять команд, около сотни человек разгадывали загадки русалок и лесных нимб. Конверты с вопросами. Получая такой конверт, пользуясь или не пользуясь подсказкой, участники могли перемещаться по городу и находить новую точку, где получали задания, а за эти задания получали символические вишенки, которые сегодня и определяют нашего победителя. Несмотря на то, что найти цветущий папоротник удалось далеко не всем, все участники провели время с пользой для самообразования. Ведь главное в празднике, говорят организаторы, вспомните о своих традициях. В заключении праздника для всех участников огненный сюрприз. Светлана Барашкова, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».